Добрый день, в студии Анна Лапшина и Светлана Занько. И у нас в гостях сегодня Альберт Гутнов, руководитель управления дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова. Теперь уже экс-руководитель. Мы пригласили Альберта Валентиновича, чтобы он прокомментировал свою отставку, уход по собственному желанию. И для того, чтобы поговорить, какие планы были у управления и, собственно говоря, у Альберта Валентиновича по руководству, вот тем хозяйством, которое ему было поручено. Прежде всего, нужно сказать, что Альберт Валентинович работал в своей должности с 29 января 2018 года, а в отставку ушел 15 февраля 2019 года. Ну, практически год прошел. Побольше немножко. Чуть больше года. Да, Альберт Валентинович, пожалуйста, ваша позиция, почему вы ушли с этой должности, потому что мы пока только знаем позицию городской администрации, озвученную Ильей Шульгиным, и, в общем, те мнения или те версии, которые озвучивают наши эксперты здесь, в этой студии. Добрый день. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что мне действительно жаль, что мне пришлось уйти. Вот, жаль по многим причинам, прежде всего, по коллективу, с которым мне пришлось работать, и я могу сказать, что мы сработались, и очень хороший, трудоспособный коллектив, и, не знаю, но мне было довольно-таки комфортно работать, и у нас были хорошие планы по этой работе, по развитию самой структуры управления и по работе, в том числе, в городе. Больше того, я могу сказать, что если бы у меня было понимание, что я приду работать сюда на год, то, поверьте, что абсолютно неинтересно приезжать, начинать там что-то делать, приседить год не нужно было. Вот, если говорить о самой работе, да, действительно были, ну, скажем так, нормальные планы по организации работы и по содержанию города, и по формированию каких-то проектов в рамках полномочий, дирекции. Там такие проекты, как те же самые парковочные зоны, работа по ремонту дорог, работа по содержанию города Кирова, вот, и, в принципе, для этого делалось достаточно много, но, прежде всего, здесь еще раз хотел бы сказать спасибо коллективу, с которым работал. Вот, если говорить о тех проектах, которые мы хотели осуществить, ну, не хотели осуществить, наверное, некорректно сказано, над которыми работали, там, создание службы парковок, то есть то, что возможно было создать, и то, что, в принципе, все расчеты, и, ну, все планы, они были доведены до администрации. Это все есть. Работа по БКД, но она, в прошлом году, она была завершена довольно-таки неплохо. Программы безопасной и качественной дороги, и Киров даже отмечали на федеральном уровне, как город, который очень грамотно распорядился средствами. Ну, получилось у нас неплохо сработать, и, в принципе, у нас не было замечаний Трусавтодора по этой программе. Вот, что касается программы этого года, она практически сформирована, осталось несколько вопросов, ну, к сожалению, я их не успел завершить. Это связано там с определенными мероприятиями внутри администрации, которые необходимо провести. Ну, администрация в курсе, я думаю, что это все довольно-таки, ну, оперативно можно решить. С чем связан был ваш уход? Если, просто понимаю, у меня утратилось понимание работы с администрацией. То есть, тот, скажем так, видение работы, которая была у меня, оно стало существенно отличаться от того видения, которое у нас есть в администрации. Это касается, прежде всего, содержания города, работы с подрядчиками, ну, скажем так, взаимодействия с подрядчиками. Вот эти вопросы, ну, я для себя понял, что в данной ситуации, наверное, компромиссное решение будет и для администрации, и для меня, если я просто уйду по собственному желанию. Можем ли мы озвучить эти противоречия? Конкретизировать? Ну, если тогда надо вернуться немножко назад, когда мы формировали сам контракт, содержание города. На 20 месяцев, да? Большой контракт на 20 месяцев. То есть, тот контракт, который вызвал очень много вопросов и у общественников, и в части формирования контракта как единого лота, а не как самого контракта. Потому что, я думаю, что они помнят, что говорили, что сам контракт у нас не вызывает вопросов, наоборот, нам комфортно с таким контрактом. Это касается самого контракта. Просто дело в том, что того объема средств, которые доводятся у нас на уборку города, ну, это уже, скажем так, набившая, наверное, оскомина, его действительно реально не хватает. И мы пытались посчитать его по-разному, и заходя из ненорматива, норматива по-разному, да, в свое время даже звучали разговоры, что нет, возможно, даже там зарабатывать. Вот, но, скажем так, оппоненты, которые это говорили, они поняли, что зарабатывать можно, если только ничего не делать. Вот, это первая история, которая получилась у нас, что при формировании контракта мы оттолкнулись от тех денег, которые нам довели. В том числе, в том числе, это касается болезненного вопроса для всех жителей, это вывоз снега с территории, с улиц города. Вот, тот объем снега, который у нас был заложен в контракте, он, естественно, из 20 месяцев реально хватает только на одну зиму. Вот, но, опять-таки, понимание, что у нас есть недостаток средств, что мы, скажем так, забегаем вперед, оно в администрации есть и было. То есть, они понимали, что этой зимой мы потратили больше, чем могли уже? Ну, фактически немножко так, да, фактически немножко так, потому что мы забегаем вперед, мы и в прошлую зиму забежали вперед, то есть, мы потратили деньги, скажем так, первого квартала зимы, второго квартала зимы, первого квартала зимы за второй квартал, то есть, мы немножко забегаем, но это понимаемая история, потому что это необходимо. И вот как раз-таки вопрос приоритетов, необходимости, последовательности, он у нас с администрацией немножко расходится. Потому что я сам по себе человек, который привык работать последовательно и, ну скажем так, по какому-то плану. А работать в плане пожарной команды, доведя ситуацию до пожарной команды, ну мне, ну скажем так, неудобно, я так не умею. – Деньги в этом году на вывоз снега пришлось потратить больше, чем планировалось, несмотря на то, что вам удалось в этом году снизить цену за вывоз снега? – Ну, немножко не так. Мы в этом году деньги не потратили больше, да, то есть у нас в контракте на 20 месяцев заложен объем, так по памяти, по-моему, 520 тысяч кубов. – Это на 20 месяцев. Хотя, в принципе, в принципе, если говорить, что зима – это первые 3 месяца, ну 6 месяцев зимы, они требуют, в принципе, где-то 600 тысяч кубов вывоза снега. – Понятно, что на 20 месяцев это уже не хватает. Но доводилось, то есть у нас была возможность в контракте предусмотрена, что если мы за сходом этот лимит, то на доведенные лимиты, и мы это проговаривали, мы еще можем отторговать и далее начинать работать. – То есть это вот плановая работа такая. – Теперь, что касается экономии и, скажем так, объемов. Если брать чистую статистику, то, наверное, на 10 февраля, на 10 февраля, с декабря-январь, ну и 10 февраля составили 360 тысяч кубов вывоза снега. То есть мы практически 70% объема снега заложены в контракт, мы его вывезли. Если брать отчетный период такой же прошлого года, то там цифра стояла порядка 280 тонн. – Мы увеличили количество вывезенного к снегу. – Мы увеличили количество вывеза снега. Теперь можно говорить о второй части, которая, ну, скажем так, постоянно раздается, что я как заказчик сделал цену вывеза снега за куб. Ну, если не рентабельный, то, наверное, уже даже убыточный. Хотя, ну, скажем так, расклад по калькуляциям мне никто не давал, и к калькуляциям всегда есть вопросы, но можно это тоже порассмотреть. Это первый вопрос, это первый момент. Но тот же самый объем у нас снега за прошлый год обходился на 30-50 рублей дороже за куб. В этом году он обошелся, ну, на эти же деньги дешевле. Хочу заметить, что пока он, ну, в основном, случай, когда я еще был на работе, он только был на приемке, и там тоже у нас вопросы были, в том числе и по, скажем так, подтверждающей документации, которая дается подрядчиками для оплаты. Она была на проверке. Вот, что еще сказать. Про саму экономическую модель, которая была применена в этом году, глава администрации Илья Шульгин сказал, что в ней были допущены определенные просчеты. О каких просчетах идет речь? Вы обсуждали это вообще? Где-то на оперативках от утренних? Вопрос стоял постоянно, что контракт содержания, в том числе вывоз снега, он стал для подрядчиков неинтересен, но... Он в процессе стал неинтересен? Именно из-за ценнообразования. Как давно они стали говорить о том, что это проблема? Ну, с момента фактически начала работы. То есть с декабря, получается, да? Да, да, фактически с момента начала работы, когда пошли снегопады, то есть был разговор, что довольно-таки нам неинтересно. Хотя, в принципе, рассматривать здесь вывоз снега отдельно от контракта, его нельзя, потому что это составляющий контракт содержания. Составляющий контракт содержания, и от того, насколько будет вывезен или не вывезен снег, в том числе, зависит еще и итоговая оплата, оценка уровней и оплата подрядчиков. То есть в данной ситуации разделить эти два вопроса, наверное, было бы некорректно. Это первый момент. Второй момент, что сформировать стоимость мы можем, скажем так, либо на основе расценок, либо на основе запроса предложения. В данной ситуации мы делали расчет стоимости контракта. И, скажем так, в моменте работы с контрактом, в моменте того, когда контракт висел на площадке, у нас ни запросов, ни каких-то жалоб именно на эту часть контракта не было. Плюс, опять-таки, уважаемые подрядчики забывают, что, в принципе, тоже понимают, что стоимость уборки квадратного метра, она тоже не считается шикарной. И там заложены какие-то баснословные прибыли. И они прекрасно понимают, что сама уборка города, это не... Вообще, сама уборка города, она не является способом зарабатывания денег. Это, в принципе, контракт, который дает подрядчику, ну, как минимум, хотя бы не уйти в убыток. Вот и все. Это возможность балансирования подрядчика, ну, может быть, с какой-то минимальной прибылью, естественно, которую они хотели бы всегда больше. Поэтому говорить, скажем так, экономически оправданная модель или не оправданная, наверное, можно будет по концу, скажем так, хотя бы зимнего сезона, понимая, подведя итог в чистой статистике. Альберт Гутнов, экс-директор Управления дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова, сегодня в гостях в нашей студии. Альберт Валентинович, вопрос следующий еще у нас есть. В процессе вашей работы, вот в течение этого года, пока вы были на должности, дирекция дорожного хозяйства преобразовалась в Управление дорожной и парковой инфраструктуры. И туда добавили дополнительные функции, которые... То есть не только дороги, парки, скверы и кладбища вошли туда. Насколько это было правильным решением или это тоже теперь экономически необоснованным? Ну, скажем так, правильное и неправильное решение это покажет время. Конечно, был разговор, что неплохо было бы создать единого заказчика. Вот, еще раз повторюсь, что в данной ситуации вопрос о парках и скверах, но не о службе захоронения. Я сейчас чуть позже проговорю. Что касается парков и скверов, здесь история была простая. То есть обслуживание парков и скверов находилось в ведении территориальных управлений. И, скажем так, консолидируя это в одних руках и консолидируя финансовый поток, можно было бы на какие-то парки и скверы выделять больше средств, можно было бы меньше средств, исходя из задач, которые ставит администрация и потребностей жителей города. То есть более гибкий подход такой к расходу средств? Более гибкий, более единый, потому что, в принципе, дирекция зеленого хозяйства, по-моему, так она называлась. Это была структура, которая сама сидела на смете, то есть она получила смету и по этой смете определяла, выполняла работе. И, в принципе, считали и смотрели, что здесь можно просто получить простую экономию для бюджета, потому что это можно отдать на свободный рынок и попытаться сделать более привлекательной стоимость работы. Вот. Это вот сама цель создания. Что касается парков и скверов, ну, то есть я уже сказал, что объединить заказчика в единственном лице, и получалось, что и за дорогами, и за зелеными зонами города был бы единый заказчик в лице дирекции, которая была создана. Вот. Что касается структуры, которая находится, службы захоронения. Ну, для меня с момента прихода была загадка, как туда могли попасть парки, да, и каким образом предприятие, ритуал, которое занималось этим, при приватизации, ну, скажем так, вершки ушли в одну сторону, а корешки ушли в другую сторону. Альберт Валентинович, давайте поясним просто слушателям, вот сейчас в ведении службы захоронений что находится? Какие она действия должна осуществлять? Здесь вопрос в чем? Что есть у нас закон федеральный, который регламентирует все эти услуги. Вот. И обязательную перечню услуг по захоронениям. То есть это в составе, ну, скажем так, этой службы. Плюс, плюс содержание уборка кладбищ. То есть здесь же вопрос в чем? Что содержание уборка кладбищ у нас сегодня, они фактически висят на бюджете. Вот. А оказание услуг, оказание услуг, если говорить по аналогии с другими субъектами, то оно требует некой материально-технической базы, пересмотра организации, и в принципе все это возможно. И мы это с администрацией проговаривали еще с мая месяца, что необходимо формировать отдельную службу, то есть выводить ее из дирекции, формировать отдельную службу и запускать это, ну, скажем так, в учреждение, которое будет не только самоокупаемым, но еще доходным бюджетом. Опять-таки это не придумывали, скажем, на ровном месте, а это опыт субъектов, таких как Казань, Москва, там, ближайшие регионы, то есть для всех субъектов ритуальная служба, она является еще и доходной для бюджета. Я правильно все-таки понимаю, то есть это не только уборка и вывоз мусора, то, за что платят бюджетные деньги, но это возможность зарабатывать на предоставлении имени, на ритуальных услугах. Это, скажем так, минимальный перечень обязательных услуг, которые сегодня осуществляются сторонними организациями, возможно осуществлять силами... Можно передать все это в муниципалитет. Да, да, и в принципе, ну, ситуация довольно-таки, ну, как бы это не цинично звучала, к сожалению, она доходная, ну, не знаю, к счастью, к чему-то. Да, то есть то же самое по ритуалу, там, их сегодня несколько структур, ритуал, они на этом рынке зарабатывают и, ну, не знаю, насколько они себя хорошо чувствуют, но они с этого рынка не уходят, добровольно точно. Что вы имели в виду, когда вы сказали, что при приватизации вершки ушли в одну сторону, а корешки в другую? На администрации, на администрации остались кладбища, а раз остались кладбища, значит, осталась обязанность их содержать. Убирать, вывозить, ну, затратная часть осталась на администрации, а доходная часть ушла? А доходная часть, ну, то, что зарабатывается на ритуальных услугах, она ушла в частные руки. И мы предлагали эту ситуацию вернуть немножко назад и сделать по образцу других субъектов, чтобы она была в едином, скажем так, в единых руках, чтобы служба была преобразована в муниципальное учреждение, которое будет осуществлять деятельность. И по ходу за кладбищами показания обязательно перечнем. Возможность такая законодательная была? Нет, но возможность, во-первых, она есть, потому что законодательность других субъектов это позволяет, и муниципалитет в том числе. И, ну, слава богу, что к концу декабря мы к этому пришли, у нас родился план-график, но пока вот я не знаю, к чему это привело. То есть по этой ситуации непонятно, будет она реализована или не будет? Ну, я думаю, что время просто вынуждает вести в такую ситуацию, потому что те деньги, которые доводятся до содержания кладбища, они катастрофически не хватают. Тем более, тем более, учитывая то, что у нас тариф по мусору поменялся существенно. То есть за вывоз мусора теперь еще и платить придется больше. Ну, и раньше платили, но просто те деньги, которые закладывали при формировании бюджета, они существенно отличаются от текущих денег. И, естественно, если эту проблему не решать, в обозримом будущем, это приведет к неприятным последствиям. Ну, как по другим объектам, которые требуют содержания. Альберт Гутнов, студия нашей радиостанции. Альберт Валентинович, вы несколько раз уже подчеркнули, что катастрофически не хватает бюджетных денег на все буквально участки, за которые ответственны теперь управление дорожной и парковой инфраструктурой. Насколько велик у нас разрыв? Условно говоря, если... Между тем, что нужно и тем, что есть. Если возвращаться к снегу, надо столько, например, а есть вот столько. Ну... Машин нужно столько, а есть вот столько. Вы понимаете, говорить о том, что вот плохая работа, потому что у них денег, ну, это просто даже некорректно. Всегда можно спланировать и постараться отработать свою, организовать свою деятельность, исходя из тех денег, которые у тебя есть. Да, конечно, это не будет идеально, но расставить приоритеты и требовать именно по этим приоритетам возможно. Да, допустим, не будет каждый день где-то убираться, но возможно сделать так, чтобы не было тех проблем, которые мы сегодня имеем. Это, в принципе, при тех доведенных деньгах, оно осуществимо. Второй вопрос, мы, если мы говорим о вывозе снега, да, конечно, там существенно не хватает денег. Но, опять-таки, мы проговорили с администрацией, каким образом можно и пополнять бюджет. Например? Ну, например, та же самая служба ритуальная, она тоже доходная. И, в принципе, да, она потребует единовременных затрат для организации самой службы, создания какой-то материально-технической базы, условий работы людям, там, какой-то охраны, ну, какого-то порядка правильного, да, и на основании чего далее просто не ущемляя пользователей, которым, к сожалению, приходится этими услугами пользоваться, да, бюджет может получать доходную часть. Вторая часть – это те же самые штрафы. Проговаривали, считали, и там… Штрафы, которые платят подрядчики? Нет? Дорожные штрафы. Я говорю о упорядочении парковки на территории муниципального образования, потому что у нас сегодня, и все это, думаю, знают, ну, никакого порядка отношений нет, и в взаимодействии с ГАИ, и организовав в том числе и у себя эту службу, это сделать, в принципе, ну, довольно-таки возможно. Это служба эвакуации, да, мы сейчас под нее, или нет? Нет, нет, я говорю про парковочные пространства. Я говорю про службу эвакуации, то есть есть, ну, так, опять-таки, в моем понимании, есть какая-то поступательность действий, да, то есть мы можем замахнуться там на великое, а можем начать просто поступательное движение с небольших мероприятий, которые не требуют больших затрат. У нас сегодня, в том числе и при уборке города, существенно, люди мешают и при движении транспорта, и при уборке города мешают неправильно припаркованные автомобили. Работать по ним сегодня совместно ГИГБДТ организовать можно, потому что у нас достаточно уже улиц, оборудованных знаками. То есть не нужно дополнительно тратить бюджетные деньги и стоять тратить знаки. У нас достаточно, у нас центр очень хорошо зарежимен. Та же самая улица Ленина, это, ну, там можно всю службу отбить за два месяца. И просто организовав работу там нормально, последовательно, можно получать дополнительные деньги для развития, в том числе и уже в последующем, и службы эвакуации. И, в принципе, здесь можно обойтись средствами и силами самого бюджета, не ища кого-то на стороне. Это вполне осуществимая задача, экономически обоснованная. Тем более, ну, по памяти, насколько я помню, консолидированный бюджет Дорожный фонд Кировской области, по-моему, от штрафа получает 700. Из них, по-моему, 500 – это городские. Я могу ошибаться, но примерно порядок такой цифр. То есть развить это можно, опять-таки, не ущемляя жителей города, да, на первых порах, ну, любая ограничительная мера, она вызывает негатив. Но ограничительная мера, призванная для соблюдения правил дорожного движения, которая даст возможность и транспорту двигаться, и город убирать, и, в конце концов, людям более комфортно парковаться, да, она дала бы свой эффект. Но здесь вот расхождения не было с администрацией, они принимали такие вот планы? Ну, там были более, так сказать, грандиозные планы, хотя я считаю, что надо начинать с небольших шагов, потому что я этот опыт смотрел по другим субъектам, да, и все начинали обкатывать с небольшого. Потому что проблем, которые невидимы на этапе исполнения, их будет много, и, скажем так, вызывать сразу негатив огромного числа смысла нет. Можно отработать на одной, двух, там, трех улицах и далее двигаться дальше. Почему не были вот эти планы по парковочным пространствам реализованы в 2018 году? Что помешало этому? Ну, не знаю, затрудняюсь сказать даже. Но это можно было сделать в 2018 году? В вашем случае можно постараться, чтобы в этом году уже это работало. Чтобы работало в 2019 году? Уже работало, да, это вполне возможно. И сейчас это сделать возможно. Эти планы, вот вы сейчас, уходя, эти планы оставили, они есть? То есть вы их передали в 2019 году или нет? Ну, скажем так, даст работа администрации была довольно-таки тесная, и это не делалось куларно. И все, скажем так, расчеты, все мероприятия, они, в принципе, доведены. Год назад было заявлено о том, что необходимо создать муниципальную службу эвакуаторов. Именно в связи с тем, что мешает, особенно в зимнее время, чистить улицы неправильно припаркованные машины. Дальше мы возвращались к этому вопросу в начале осени. И вы тогда не гарантировали, что она будет создана, но говорили, что вы работаете над этим. В этом году, этой зимой, мы увидели, что и службы эвакуации нет, да и частники, которые есть на территории Кирова, мы практически их не видели, не работали. Люди парковались, как хотели. На самом деле, Светлана, тут история такая. Проблема-то, она имеет еще две стороны. То есть, есть машины, которые припаркованы неправильно, их можно эвакуировать. Есть машины, которые припаркованы вроде как по правилам, но стоят там месяц-два, вот как у нас здесь на Спаске. У меня простой вопрос, не почему так паркуются, а почему не была создана муниципальная служба эвакуации? Что этому помешало? Если говорить о самой службе эвакуации, то сама по себе служба не может, не то что существовать, она должна быть в комплексе. То есть, это комплекс мероприятий. То есть, это те же самые парконы, которые работают, и они дают гораздо больший эффект. Это та же самая служба эвакуации. Если говорить о парконах и о средствах контроля парковки, то они менее затратны и, ну, скажем так, более дают возврат для бюджета и в том числе и порядка. Если говорить об эвакуации, то она делится на два мероприятия. Первое, это именно эвакуация транспортного средства, то есть, поднятие транспортного средства с той части дорожной сети, где запрещена парковка и перемещение ее на какую-то, какую-либо охраняемую стоянку. И дальше начинает целая цепь мероприятий. Во-первых, если мы говорим о муниципальной, то мы должны тогда организовать такую стоянку, мы должны обеспечить охрану этого автомобиля, мы должны обеспечить взаимодействие с ГАИ, с ГИБДД. Вот, это довольно-таки, ну, затратные мероприятия, которые требуют каких-то существенных затрат. Если двигаться, ну, как-то... Затрат финансовых или человеческих? Финансовых, финансовых. Потому что, в принципе, те же самые люди, которых ты будешь набирать, они должны получать как минимум зарплату. То есть, те же самые охранники, которые будут охранять и нести ответственность, те же самые водители-евакуаторов, они тоже должны получать в том числе зарплатную плату. Вот, и посадить их там на процент от штрафа мы не можем. То есть, мы должны это все прописать. Вот. И сами по себе эвакуаторы. Можно пойти и муниципальным службам, можно пойти привлечением частных эвакуаторов. Это что касается эвакуации. Есть средства, ну, есть транспортные средства, которые мешают улице, уборке улиц города. Эти транспортные средства, если, ну, то есть, масса улиц города, где собственник может оставить все это транспортное средство, и, как вы говорите, он может оставить его на месяц, на два. То есть, при уборке города это транспортное средство надо просто переместить. Да. Эвакуировать его вроде как нельзя, то есть, он не нарушил ничего. Да. Его надо переместить. Здесь вопрос, если мы вернемся к контракту содержания, то те деньги, которые у нас были, мы просто довели до подрядчиков, как стоимость в уборке города. И уже сам подрядчик для себя должен был смотреть, целесообразно ли ему эвакуировать одну машину, 10 машин, либо это можно работать с жителями, либо еще какими-то другими, ну, скажем так, средствами это сделать. То есть, задача перед ним убрать эту машину и почистить под ней, таких задач перед подрядчиками не ставилось. Задача стоит убрать уличную дорожную сеть, а вот поднимет он машину, либо он объедет ее, но чтобы под ней и за ней было чисто. Это задача подрядчика. И здесь же еще опять такой же вопрос, что в прошлом году мы истратили, если мне память не изменяет, около 4 миллионов на эти вещи. Да, то есть, ну, по-моему, легче довести их подрядчикам, чтобы они более качественно убирали и сами для себя смотреть, экономически им это целесообразно или нецелесообразно, двигать машины туда-сюда. Потому что в данной ситуации была простая, в прошлом году была простая ситуация. Уберите нам вот эти все машины, а мы потом уберем. Я не очень поняла позицию ГИБДД, конечно, в этом вопросе. Я думаю, что мы еще будем разбираться, потому что ГИБДД говорит, что машины припаркованные по правилам, она не может перемещать никуда. Нет, переместить, то есть, для перемещения... Эвакуировать, эвакуировать. Вот, давайте мы определимся в терминах. Эвакуация и перемещение – это не тождественные вещи. Да, я понимаю, конечно. Эвакуация – это... Штрафстоянка. Штрафстоянка, а перемещение – это... Внутри квартала. По-моему, 100 метров. Да, то есть, вот разные вещи. Поэтому для перемещения транспорта, в принципе, ГИБДД не требуется. Они оказывают нам помощь, то есть, при уборке каких-то улиц, где запаркованы машины, они оказывают помощь каким образом? Они, во-первых, смотрят собственников и прозванивают их. У них есть номера телефонов? Да, да, да. Они это могут делать и нам помогают в данной ситуации. То есть, ну, скажем так, берут это на себя, потому что передопоручить они это не могут. Но справляются они везде? Ну, я думаю, что у них есть объективные причины, потому что на весь город их не хватит. Здесь просто должна быть последовательная, ну, скажем так, не аварийная, а именно последовательная работа. Давайте вернемся, пожалуйста, к подрядчикам, о которых мы заговорили в начале нашей беседы. Я напоминаю, что мы беседуем с Альбертом Гутновым. Вы сказали, что подрядчики практически с самого начала, мы сейчас говорим об уборке снега, очистке улиц, практически с самого начала, когда на контракты зашли, начали выражать недовольство и говорить, что им это невыгодно. Как это сказалось на работе в итоге? Ну, я не могу сказать, что на работе это сказалось отрицательно. Вот, откровенно. То есть, здесь надо еще понимать, что действительно в этом году, вот если брать объем снега, его действительно выпало больше. Другой вопрос, что, ну, скажем так, оснащенность подрядчика, возможность взять дополнительную технику, да, у них она исчезла, потому что им приходится с целью экономии максимально сделать все собственными силами, без перепоручения на субподряд. Вот это да, в этом отношении, да. Может быть, ну, скажем так, да хотя бы, если брать статистику, они медленнее работать не стали. У меня еще такой вопрос, и наши эксперты это отмечали. Я хотела добить, пожалуйста, я хотела добить эту историю, потому что если подрядчики работают с минимальной прибылью или даже в ноль, то кто будет заходить на следующие подряды? И есть ли угроза, что они будут уходить с подрядов? Какой смысл подрядчику работать в ноль или с убытком? Повышать производительность свою, выходить в рентабельность, минимальную. У нас контракты на 20 месяцев заключены. Они имеют право, согласно контрактам, его разорвать или нет? В одностороннем порядке нет. Не имеют? Они должны будут его исполнить? Да. Находить способы? Или как-то согласовать свой уход? Либо по соглашению сторон. Либо по соглашению сторон. Ну, кто-то уже проявлял такое желание разорвать контракт? Приходили с этим? Ну, у нас же вопрос в чем, что у нас контракт отыгран с муниципальным предприятием ГДМС, и у него уже отыграны контракты после подряд. Насколько я знаю, что пока никто разорвать не пытался контракт. Довольны ли тем, что было принято решение, что нужно торговать крупные контракты? Помните, большая дискуссия была, нужно ли отдавать в одни руки, двум подрядчикам. Или распределить. Или распределять. Вот все-таки наставили на том, что нужно два крупных в связи с тем, что мы можем и наших подрядчиков, что мы можем за ними наблюдать, контролировать и потом требовать выполнения обязанностей. Противоположная точка зрения была, что нет, давайте отторговывать большому количеству подрядчиков. Вот эта работа, ваш выбор, вы им довольны? Вы считаете, что он был сделан правильно? Я считаю, что контракт все равно должен быть единый, потому что должна быть возможность маневра при формировании подрядчиков и при изменении титула улицы. И все-таки это есть сегодня. Это первое. Второе. Вообще, опять-таки, многие субъекты стараются уборку города оставить в муниципальных предприятиях. То есть, в принципе, мы проговаривали, что первоначально, что, наверное, стоит, допустим, муниципальное предприятие, которое сегодня есть, его развивать и в последующем заводить на него полностью уборку, формировать нормальное предприятие с нормальной мощностью, техникой. Чтобы оно могло осуществлять полностью уборку. И могло зарабатывать. Во всяком случае, не уходить сильно в минус. Ань, твой вопрос, а потом я задам. Да, я хотела спросить Альберту Валентиновичу. Многие наши эксперты в этой студии отмечали, что магистральные улицы в этом году действительно стали чистить лучше. То есть, чистили до асфальта. Но просела история со второстепенными улицами. Эта задача такая стояла? В первую очередь почистить те улицы, по которым общественный транспорт идет, а остальные уже как получится? Или так просто получилось? Нет. Еще раз говорю, что когда планировали работу, и когда я планировал работу, то, естественно, есть, ну, скажем так, приоритеты. И для меня, допустим, приоритет при уборке улиц, это, естественно, улицы с наибольшим движением и наибольшей цикличностью и пешеходной, и транспорта. Естественно, старались в первую очередь, чтобы ни в коем случае не остановить движение общественного транспорта и улиц, по которым идет наибольший транспортный поток. И, в принципе, это до, ну, скажем так, середины января, до последнего такого серьезного снегопада это получилось. В январе, конечно, мы улицу Ленина остановили так неплохо. Есть, конечно, объяснение не этому, но, в принципе, этого можно было не допустить. Вот. Что касается второстепенных улиц, его, ну, конечно, в таком состоянии, как они сейчас, это, конечно, недопустимо. То есть они должны быть, скажем так, проезжими. Вывести весь снег с улиц города, опять-таки, я и администрация-то понимает, это просто, ну, скажем так, невозможно по многим причинам. Основная причина просто нет столько денег. Опять-таки, определить очередность работы по выводу снега, ее возможно. Опять-таки, эта очередность должна формироваться планово, а не, ну, скажем так, стихийно, на уровне эмоций или на уровне, там, пожарной команды. Потому что, если мы понимаем, что у нас есть приоритеты, мы работаем с этими приоритетами. Если мы их меняем на ходу, то мы нигде не работаем. В этом году она формировалась планово или стихийно? Ну, по-разному получалось, к сожалению. Ну, давайте закруглим эту тему и все-таки действительно расставим здесь приоритеты. То, что второстепенные улицы и тротуары плохо чистились, ну, второстепенные прежде всего, в чем здесь главный сбой? Плохая организация работы, отсутствие контроля, недобросовестных подрядчиков, недостаток денег? Ну, можно было большую часть тротуаров, скажем, не можно, а необходима большая часть тротуаров, которые сегодня, вот, скажем так, где наибольший пассажиропоток, их можно было, их не можно было, их необходимо было, конечно, до такого состояния не доводить. Потому что это было возможно, но здесь, естественно, это недоработка и меня как директора, но и подрядчиков. И подрядчики. И все-таки мы сейчас должны завершать интервью, и все-таки очень важный вопрос. Для того, чтобы домыслы всякие развеять, потому что и в СМИ, и в соцсетях, и даже здесь эксперты в нашей студии говорят о том, что те, кто приходят в качестве топ-менеджеров из других регионов, приходят на заведомо худшие условия финансовые, чем они могли бы в своих регионах получить. Мы тоже к нам приехали из региона, где зарплаты, очевидно, любые, средние и выше, чем в Кирове и в кировской администрации. И вот в таком случае люди говорят, что либо это был какой-то вызов внутренний, либо это были какие-то схемы, на которые рассчитывает топ-менеджеров. Не получив ни того, ни другого, и не осуществив вот этот вызов, люди уходят. В вашем случае какая была ситуация? Ну, вот насколько корректен вопрос, если это схема, я должен сказать, да, это схема. Нет, если говорить о работе вполне серьезно, то действительно мне было интересно, мне было интересно выстроить работу. И у меня этот интерес есть, и желание тоже есть. И еще раз повторюсь, приходить сюда на год никакого смысла не было. Поверьте, что не настолько у меня плохо, чтобы где-то год пересидеть. То есть да, было понимание, что это долгосрочная работа с долгосрочными идущими планами и с выстраиванием и структуры, и приоритетности. И, ну, в принципе, это даже интересно, не прийти на все готовое, а что-то сделать. На представлении, который прошел 18 февраля, в этот понедельник, Илья Шульгин прокомментировал вашу отставку, в общем, сказав, что вы не справились с обязанностями. Были допущены определенные просчеты, поэтому провели там кадровую перестановку. Здесь в эфире он сказал, что не справились. Вы обиделись на эту оценку? Она была для вас неожиданной? Ну, скажем так, я скажу, что, еще раз повторюсь, что при той ситуации, которая сложилась по взаимодействию с администрацией, я посчитал, что это будет самый лучший компромисс. Оценку своей работе я давать сам не хочу. Для этого есть и жители города, и есть, ну, скажем так, администрация. Если администрация посчитала, что моя работа неудовлетворительна, ну, мне очень жаль. Ну, во всяком случае, я не услышал конкретных вопросов к себе, ну, скажем так, как есть, так оно и есть. То есть не было какого-то разговора длинного по этому поводу? Претензий регулярных, которые высказываются с тем, что вот если не сделаешь, то до свидания, если не сделаешь, то до свидания. Ну, мы же не в детском саду съешь там. Нет, здесь вопрос простой. Конечно, претензии по уборке города, они есть, были. И без них невозможно, потому что, ну, реально город надо в более качественном виде содержать. Но разговора о том, разойдемся, не разойдемся, его не было. Это, еще раз говорю, что я посчитал, что это лучший компромисс. У вас есть уже новое место работы? Нет. Вы... Я, еще раз говорю, это не было плановое мероприятие. То есть я для себя просто, ну, скажем так, проанализировав работу последних двух месяцев, я для себя понял, что, наверное, это будет правильное решение, к моему сожалению. Вы в начале разговора сказали, что команда, которая сложилась в вашем управлении, это сильная команда. Команда, вы рассчитываете, что там есть внутренний ресурс тех менеджеров, которые могли бы продолжить работу, настроить ее, там, новую модель внедрить и прочее? Ну, прежде всего, они показали свою, так сказать, работоспособность и дееспособность теми делами, которыми они делают, и очень много хороших дел, надо просто их отмечать. Вот. Ну, а дальше будет все зависеть, опять-таки, от администрации, кто придет, кто будет вести, то есть кто встанет и куда пойдем. Спасибо, Альберт Гутнов, в интервью нашей радиостанции программу Вильяна Лапшина и Светлана Занькова. Всем до свидания.